Изменить язык Пушкина под кинофильм так, чтобы проза и стиль Александра Сергеевича узнавались, а вот стиль сценариста был малоуловим. Такая задача стояла перед Алексеем Гравицким, который адаптировал роман Евгений Онегин для фильма, вышедшего на экраны в этом году. Об этом сам сценарист рассказал гостям Библионочи в Самарской публичной библиотеке. Он поведал, что формат текста менялся от стихотворной формы до прозы, но задача оставалась одна – сделать произведение XIX века актуальным для современного зрителя. Задача была в том, чтобы было полное ощущение, что это пушкинский текст. Меня там должно было быть минимум. Вот, собственно, я на это и работал. Насколько получилось судить зрителя. Обсуждали с гостями и съемочный процесс. Актриса Татьяна Сабинова, исполнившая роль Ольги Лариной, рассказала, как проходил процесс перевоплощения в героиню. Ведь менять нужно было практически все – от внешнего образа, платьев и прически, до жестов и даже образа мышления, чтобы перевоплотиться в девушку из XIX века. Они совершенно по-другому думают, они совершенно по-другому себя ведут, они по-другому общаются. И вот как мне сегодняшней, современной, как уже сказали, быть Ольгой. Как она говорит, как она смотрит, о чем она думает, какие платья она носит, как она ходит. Это же совершенно другой человек. Это же не Таня, это не я. И это было самое сложное и самое интересное, конечно же. Пушкин, главный персоной вечера, выбран не случайно. В библиотеке уже год действует региональный центр Всероссийского музея имени Александра Сергеевича. Если тема Всероссийской акции «Читаем всей семьей, то мы читаем всей семьей Пушкина». И поэтому вот такая громкая премьера фильма «Онегин», который, я думаю, многие посмотрели. И мы решили собраться и обсудить фильм, обсудить, конечно же, и само произведение Александра Сергеевича. Как все удалось, как снимали, что в результате получилось и опять-таки вернуться к нашей бессмертной классике. Также в этот день в библиотеке прошли мастер-классы в технике калаш, экскурсии, литературно-музыкальная программа совместно с Пушкинским обществом, а также ночной квест при свете фонариков под названием «АЭС». Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.